Продолжение следует... Какие основные правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить беды в целом о работе пожарных, как жаркое, так и в холодное время года, мы говорим сегодня с начальником управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР Валерием Бурыкиным. Валерий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. По статистике, в этом году произошло снижение общего уровня пожаров на 90 случаев, на 900 случаев, простите, более масштабная цифра. С чем это связано? Ну, если быть более точным, 827, но это тоже очень значительно снижение количества выездов пожарных подразделений по тревоге. Ну, здесь, по-моему, это два фактора повлияли. Основные факторы — это погодные условия. Если вы помните, в прошлый год очень-очень жаркое лето, заслушливое. Заслушливое, не было дождей, да. Да, это горение сухостоя, травы, лесопосадок, ну и так далее. Ну и второй фактор — огромную работу провели с населением нашей республики, с арендаторами, с гражданами. Проводили разъяснительные беседы с главами госадминистрации, собирали людей, рассказывали о правилах пожарной безопасности. И это тоже, наверное, сыграло какую-то роль в снижении количества выездов наших подразделений. 827 случаев — это довольно-таки большое количество. Это затраты и топливные, и человеческие. Отвлекали нас от основных проблем по занятиям, по подготовке и всего остального. Хотя это втушить 40-градную сушную жару, находясь в боевой одежде, непосредственно возле очага, — это проблемно для людей. А вот что касается гибели людей, удалось ли также сократить это количество, сколько погибло в этом году и сколько спасли? В этом году тоже количество погибших сокращено. На сегодняшний день, если брать, 36 погибших было в прошлом году и 23 в этом году. То есть гибель сокращена также. Но это, скорее всего, от количества пожаров зависит. То есть чем больше пожаров, тем больше гибнут людей. Ну вот вы говорили о важности профилактической работе. Я в этой связи хотела бы вас спросить. Мы все-таки действительно находимся в жарком климате. И по сравнению с другими государствами, в том числе, казалось бы, даже Россией, которая находится в более благоприятном, менее жарком климате. Но, тем не менее, мы видели такие огромные пожары, пожирающие огромное количество лесов. В том числе мы видим такие же пожары в жарких странах Испании, Португалии. Мы пока избегаем этой участи. У нас нет таких масштабных пожаров. За счет чего? Та вот профилактическая работа, о которой вы говорили, или, может быть, меньшее количество техники? Скорее всего, не скорее всего, так оно и есть. Это количество лесных насаждений. То есть у нас леса практически нет в Приднестровье. Или мало его. Лесопосадки, да. И сложности в масштабах по России, по Испании, по жарким странам. То есть сложности в тушении. Огромные территории. Тяжело добраться пожарной технике до очагов возгорания, до пожара. И поэтому пожары получают большое развитие. И сгорают огромные площади. У нас пока места такого нет. Были лесные пожары. В этом году не было, слава богу. В прошлом году незначительные. Ну, они настигались в начальной стадии. В общем-то, успешно тушились. Поэтому таких ущербов больших в нашей республике не наблюдается. Ну, вот сельхозугодия все-таки горели на ряде. Сельхозугодия, да. Горели. Зерно на корню горело в трех-четырех местах в этом году. В общем-то, ну, сказать, что это очень много было по сравнению со всеми площадями посевными, то нет, это немного. И тоже благодаря вовремя прибывшей пожарной технике, боевых расчетов были потушены. Ну, и также и сказалась и профилактическая, опять-таки, работа. То есть перед этими, перед началом уборочной кампании собирались арендаторы, все, которые работают на земле, проводились инструктажи, вручались предписания обязательно к исполнению. То есть это условия пашки, привлечения спецтехники во время уборки. Это много-много там пунктов. Ну, вы проводите специальные, наверное, какие-то рейды, просмотры. Есть у вас график? В плане МВД проводит операцию урожай, и с этой операцией мы совместно, как бы с милицией, и проводим свою разъяснительную работу, так можно сказать. Это тоже сказывается, очень хорошо сказывается. То есть многие хозяева земли, или как арендаторы их называют, на сегодняшний момент, при каких-то возникновениях очень быстро реагируют, то есть привлекают подручные средства тушения, трактора, опашку производят. Поэтому больших распространений пожар не получил. Был большой бич в этом году, выезды на сжигание стырни. То есть где-то те же арендаторы, где-то по неосторожности зажигалась на полях после уборки стырня, и не контролировался процесс горения. Горение стырни переходило на лесополосы, иногда и на заброшенные дачные участки. То есть и нам приходилось выезжать. А нет ли запрета на ее сжигание, вот так как есть запрет на сжигание листвы? Есть запрет, запрещено, категорически запрещено сжигание. Кроме того, и экологические органы контролируют это, но тем не менее это наблюдается. Мы с этим продумали на следующий, разработали целый план мероприятий на следующий год, дабы не повторить сегодняшние эти выезды на страну. Валерий Владимирович, работа пожарных, конечно, самоотвержена. Насколько она обеспечена всем необходимым техникой? В наши тяжелые, можно сказать, финансовые времена, конечно, мы страдаем тоже. У нас проблемы очень большие с автомобилями, пожарными, специальными автомобилями. Парк пожарной техники в Приднестровье насчитывает 45 машин специальных. Все они приличного возраста, давно эксплуатируются и требуют замены. На сегодняшнем рынке это удовольствие очень дорогостоящее. Какие-то движения мы предпринимаем, пока места результата нет. Просто за раз заменить эту всю технику невозможно по причине отсутствия финансов. А планомерная замена нужна, нужна, и это нельзя откладывать в долгий ящик. Потому что придет такое время, что они просто остановятся машины, и все, вечно они работать не могут. Но пока они на ходу, будут следить за ними, да? Да, все машины на ходу, все отремонтированы, выезжают. Но все равно, все стареет. То есть, подходит срок, когда за которым... Очень большое время и большое количество финансов уделяется на поддержание их боевой готовности. Но пока мы с ним справляемся, слава Богу. Есть большая проблема с лестницей. Вот у нас есть на весь Террасполе одна автолестница. Высота ее 30 метров. То есть, в реальности она может спасти человека или же подать средства тушения на высоту девятого этажа при нормальном подъезде к жилому дому. А сейчас в городе Террасполе насчитывается 87 жилых домов многоквартирных, 10 этажей более. То есть, не имея более высокую лестницу, мы... Слава Богу, таких случаев не было, но это все может быть. На это все надо рассчитывать. И просто мы будем наблюдать, как происходит пожар, как гибнут люди, ничего не сможем сделать. То есть, вопрос этот такой очень актуальный на сегодняшний день. Те пожары, которые были в Российской Федерации, подняли очень важную проблему. Это наличие так называемых добровольных пожарных дружин. Вообще, как-то вот самоорганизации граждан приводился опыт Америки в этой связи. Вот как у нас обстоят дела с добровольными пожарными дружинами? Ну, несколько плоховато. Потому как есть существует закон такой пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике. Это в этом законе не прописано в обязательном порядке содержать добровольные пожарные дружины. То есть, поддерживать, то есть, там, по желанию руководителя предприятия. Так, можно сказать, обозначено в этом законе. Вот. И ряд предприятий, опасаясь за свою сохранность имущества, все-таки содержит добровольные пожарные дружины. Они проходят соответствующее обучение и выполняют определенную работу в случае возникновения пожара. Вот. Но это нельзя сказать про все предприятия. Те, которые серьезно относятся к пожарной безопасности. Это может быть позволяют тех финансов. Ну, и финансы тоже. Потому как все добровольные пожарные дружины в советские времена дополнительные отпуска предоставлялись, там, пару дней к отпуску. Плюс еще какие-то льготы были. Вот. Сейчас это, как бы, тяжеловато. Но, тем не менее, вот энергетические предприятия, это все содержит, у них оставилось. Потому что пожароопасное производство, вот, та же Молдавская ГРЭС, ну, и все энергопредприятия связаны. В общем, да. Да, общественной самоорганизации нам все равно еще далеко. Да. Добровольные пожары дружины, если они обучены, то они очень серьезную роль играют в притушении пожаров и помощи нам. То есть, понятно, что у нас с людьми, если техника даже прибивает, то количество людей ограничено. Вот. Они нам помогают. Особенно речь идет, если о отдаленных каких-то селах, до которых пока доедет машина, там, в принципе, могли... Ну, там особый вопрос. У нас с селами проблемы очень, да. Да. Расстояние иногда до пожарных частей до 30 километров доходит. Это Григоропольский район, это Слобозейский район. И поэтому, ну, средняя скорость пожарного автомобиля 50 километров в час. И вот посчитать, когда он прибудет и что там будет после прибытия. То есть, уже... Ну, другого, как бы, на сегодняшний день нет. А вы не ходили с предложением, там, главам госадминистрации, все-таки подумать... Все упирается в финансы. Финансы, да. Если в каждом колхозе, в советское время колхоз, совхоз был обязан содержать пожарную технику, то есть пожарный автомобиль, где-то поменьше колхоз, там, мотопомпа пожарная, что-то еще. И назначались люди, которые выполняли работу по тушению в начальной стадии. То есть, понятно, что они быстрее получали информацию, не выезжали, тушили, потом центральные приезжали и, как бы, помогали. Сейчас содержать, понятно, каждый человек на счету, это упирается в финансы, поэтому это все развалилось. Ну, тем не менее, собирать надо, потому что, когда сгорит что-то серьезное, тогда мы... У нас уже есть прецеденты, начали работать уже не сегодня, а уже несколько лет назад. Пока есть, получается, в Рыбницком районе мы создали два поста на краяных района. То есть, их содержит администрация района и глава госадминистрации. То есть, это очень выручают в Рыбницком районе. Ну, в конце концов, есть даже и предприятия, в том числе и сельхозпредприятия, которые тоже могут вносить свою лету, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы, в том числе, и их угодья, и их помещения были защищены от пожара. Валерий Владимирович, как я уже сказала в начале программы, отопительный сезон вот уже на днях не за горами. Как правило, в это время повышается риск возникновения пожаров. Какие основные правила пожарной безопасности необходимо соблюдать людям для того, чтобы предотвратить страшное? Ну, это двумя словами, наверное, не скажешь. Это написано довольно-таки объемная книжка по правилам пожарной безопасности. И они подразделяются и в частных домах, домовладениях, и в жилых квартирах. Ну, по статистике, в общем-то, в жилом секторе у нас в настоящее время практически, если брать общее количество пожаров, 90% происходит в жилом секторе. Очень маленький процент пожара происходит на предприятиях, ввиду того, что огромных, больших предприятий у нас не так много, и поэтому вот такие вот соотношения. Ну, что бы я посоветовал, например, в квартире? В квартире я бы посоветовал бы каждому иметь огнетушитель. Ну, простой пример. Например, загорелась кастрюля на плите. Ну, по разным причинам. Или забыли проконтролировать приготовление пищи или что-то еще там, хлопок газа. Загорелась занавеска. Тут паника, даже если находясь дома, паника. Бежишь, ищешь ведро с водой, пока наполнил ведро водой, пока побежал, уже что-то горит, уже шкаф какой-то горит или что-то еще. То есть это время. Плюс еще учесть панику. Если будет на той же кухне стоять огнетушитель, и человек может пользоваться им правильно, то это можно элементарно потушить. Кроме того, как я ранее останавливался на том, что у нас нет высотных лестниц, поэтому каждому квартиросъемщику, каждому жителю советовал бы, который находится на высоких этажах, чтобы подумать о своей эвакуации, своей и своей семьи. То есть как бы, вот если загорелась, допустим, или в подъезде, или же на районе дверей в подъезд, как будем спасаться дальше? Ну, особенно в условиях, когда лестницы, аварийные у нас, как правило, все замурованы. Вот я к нему веду разговор. Если конструктивно эти здания оборудованы лестницами, которые переходят на балконах, на лоджиях, с этажа на этаж, плюс можно перейти еще в другую секцию, то большинство сейчас закрыты, забиты, перепланированы. В общем-то, и пути отступления, как говорится, перекрыты. Вот если бы каждый задумался об этом, то, наверное, и гибели поменьше было бы, и пожаров поменьше было бы. В частном секторе, ну да, это большой плюс, что наши селы все сейчас газифицированы. В общем-то, уже большой процент используют газ природный, что менее пожароопасно. Кроме того, газовые установки контролируются и газовые службы, и есть фирмы, которые дымоходы проверяют, там, самопечник, в частности. То есть процент снижается пожаров в частном секторе. Ну, много очень отапливаются еще и дровами, и углем, в общем-то, и это особая пожароопасность составляет. То есть тоже надо целый ряд правил соблюдать по этому поводу. То есть это и притопочные листы должны быть, и особое внимание обращать на дымоход, то есть современная прочистка, обследование на чердачных перекрытиях, потому что появляются трещины, и обычно там балки, эти самые перекрытия, не перекрытия, а стропила, вот эти вот все крыши находятся в близком расстоянии к трубам. Вот, и когда перекаливается печка или же плита, то происходит возгорание жилищного, чердачного помещения, да. В конце концов, оно может кончиться тем, что человек останется без жилья. Ну, и традиционный, наверное, совет не курить пьяным дома в постели, да? Да, если по статистике, в общем-то, погибших у нас процентов 50, наверное, это в нетрезвом состоянии курение в постели. И процентов 25 — это возрастные люди, которые живут сами и могут себя обслуживать. Ну, да, то есть самое главное все-таки соблюдение элементарных правил, обезопасить самого себя, как говорится, береженного Бога. Бережет, да, есть такая наша поговорка. Ну, а если все-таки случилась беда, спасибо вам за вашу работу. Мы понимаем, что вы на передней линии огня. И огнепорцы, конечно, люди мужественные и добрые, потому что спасают людей. Ну, за этот период, могу добавить, за этот год, с начала года, спасено 10 человек. Это реально спасенные люди, если так, я все, как бы, случаи не могу вспомнить. А вот последние были в августе месяце. Это 38 августа произошел пожар здесь в Террасполе по улице Мира. Общежитие, бывшее общежитие Мира-32. На втором этаже загорелась комната. В общем-то, и пути отступления жильцов были перекрыты. И спасали пожарные, спасли женщину уже, как бы, в бессознательном состоянии. По приставным пожарным лестницам спускали. Вот, и она была передана медработникам и отправлена в лечгородок, в реанимацию. Республиканскую больницу. Сейчас она уже здоровая? Да, она осталась жива, да, все нормально. Ну и женщину с ребенком то же самое. Спасали со второго этажа. Ну, те менее пострадали, как бы, от медицинской помощи отказались. Это последний, предпоследний случай в Бендерах тоже. 30 августа был пожар. В частном доме тоже уже спасли женщину. Престарелую вынесли буквально в бессознательном состоянии с горящего дома. Причем рискуя жизнью, там угроза обрушения конструкции была, запущенный пожар был, там милиция помогала. В общем-то, мы поощряем, конечно, таких людей. Это, я считаю, что непросто спасти человека. Если здесь спас хотя бы одного человека, то не зря прослужил пожарной охране. Спасибо вам огромное за ваш труд. И спасибо за то, что нашли время, рассказали нам о работе и дали важные советы. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Это была программа в Центре о работе пожарных дружин и важности соблюдения элементарных правил безопасности. Мы говорили сегодня с начальником управления пожарной охраны, главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР Валерием Бурыкиным. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok